отлично всем доброе утро я рада видеть всех знакомых и незнакомых мне коллег сегодня мы поговорим с вами о том что мы с вами можем сделать в этот период собственными силами а если вы ожидали сегодня от меня каких-то конкретных действий указаний пойди туда возьми это сделай то то сегодня этот вебинар немножко не об этом сегодня мы будем говорить о том как в принципе вырабатывать в себе умение принимать решение несмотря ни на что так секундочку я чему-то секунду у меня почему-то потерялось управление слайдами а все вижу итак немножко о себе кто меня не знает меня зовут елена лебедева я 15 лет занимаюсь розничными концептами форматами для таких сетей как центр обувь остин компании спортмастер спортмастер я занималась четырьмя брендами это остин остин kids фанды и остин дисконт а затем я занималась форматами компании связной и после компании связной я разрабатывала концепцию магазина будущего лерой мерлен зил многие из вас бывали наверное в этом магазине потому что в прошлом году он был действительно такой скажем вехой в нашем розничном в нашей розничной сфере я последние годы очень много выступаю и преподаю это стало для меня такой очень большой потребностью поэтому собственно сегодня я тоже с вами я в основном занимаюсь такими темами как ритейл технологии инновации простите магазин будущего фиджитал стол стол ритейл будущего и коммерс фэшн и кастомер экспириенс если вы еще не в моем фейсбуке то я вас настоятельно вас приглашаю туда потому что я действительно очень много пишу и много много делюсь информацией которую сама в большом количестве изучаю и потребляю немного организационных вопросов вебинар продлится до 12 и 30 я постараюсь закончить 12 15 чтобы отвечать на ваши вопросы вопросы вы можете адресовать не в общий чат в раздел именно с таким вопросиком это позволит мне легко их найти и отвечает например сгруппировано на ваши вопросы а настоятельно рекомендую не ждать 12 и 15 а в течение нашего с вами вебинара задавать вопросы которые вам приходят в голову по конкретным каким-то разделам моего выступления собственно сегодня мы поговорим о том что хаос или период не такой неопределенности это не обязательно плохо что собственно мы с вами получили уникальную возможность сделать очень много из того что долго откладывали например нам было некогда мы занимались продажами ежедневной операционкой и сейчас такие периоды на помощь приходят инструменты из других отраслей из других подходов например из продуктового подхода из джайл подхода и вот сегодня мы поговорим например об одном об одном из инструментов дизайн-мышления это customer journey map это путь клиента составление пути клиента и поговорим о том и соответственно как важно анализировать весь покупательский путь в вашем магазине чтобы понимать куда направить ваши усилия и не распыляться на все и сразу начнем я хотела бы поприветствовать еще раз всех участников вебинара вот таким девайсом который у меня появился на этот период я надеюсь вам понравится и надеюсь у вас останется после вебинара скажем так очень много вопросов над которыми вы подумаете чаще всего слушатели моих вебинаров говорят именно о том что им нужно после вебинара очень много подумать я считаю что это прекрасное чувство поэтому призываю сейчас действительно готовиться к очень большому количеству информации и так что же сейчас с нами со всеми происходит я сознательно сегодня не буду говорить о бесконечных цифрах исследованиях исследованиях того как что где упало кто сколько где сколько разорилось сетей кого уволили кому платят зарплату по минимальному размеру оплаты труда кого вообще уволили я сознательно сегодня не буду говорить об этом потому что такой тип информации так валится на вас в огромном количестве через фейсбук через средства массовой информации я просто хотела бы немножко поменять сегодня ваш угол зрения я хочу сказать что тревога и страх на самом деле это не нечто новое в нашей жизни уже несколько лет тревога и страх являются важнейшим покупательским трендом который испытывают все потребители мира независимо от страны проживания и ритейлеры бренды производители обязаны учитывать это принятие собственных решений мы с вами как я сказала изучаем огромное количество информации вот это выдержка из вчерашнего вебинара ипсиса с позавчерашнего с ними мы выступали на другой конференции и вот вот эти бесконечные картинки с коронавирусом с изображениями паники людей в масках они преследуют нас мы читаем про то как кто отказывается от покупок кто что делает но во всей этой истории я хотела бы чтобы мы действительно с вами научились немножко менять угол зрения если продолжать читать всю эту информацию и примерять на себя то примерно мы будем себя чувствовать как глядя на эту картинку то есть каждый ритейлер ежедневно просыпается и думает о том что на его двери магазина окажется такая табличка и собственно все его усилия все его жизни будут потеряны они исчезнут и растворяться в никуда но помните ту диаграмму которая показала диаграмму ипсиса в ней можно видеть страх в ней можно видеть тот факт что россияне говорят что ждут еще худших времен но посмотрите самое главное чувство которое испытывают россияне оно находится на первом месте 69 процентов россиян ждут с нетерпением возвращения нормальной жизни люди просто хотят вернуться к обычной нормальной жизни больше чем чего-либо это самое ну скажем так самое значительное чувство эмоция которую они в данный момент испытывают нужно сказать что вот в заголовке надежда это основа ритейла это совсем не с области психологии надежда это действительно то что питает любую экономику страны любой страны и является основой скажем так возрождение ритейла и индекс именно надежда россиян на восстановление является более важным показателем чем например какое-нибудь сокращение среднего чека то есть для нас гораздо более важно следить за тем как россияне надеются на улучшение чем следить за тем что что-то упало из-за коронавируса 52 процента россиян я еще хотела сказать о такой важной составляющей как возвращение скажем переосмысление важности значения персонала в этот момент никогда в жизни у нас не было такого повода чтобы продавцы стали восприниматься клиентами как герои то есть теперь мы немножко переосмыслили наш подход к восприятию продавцов как некоторого персонала который что-то перебирает на полках меняет ценники и вообще всегда недоступен и не хочет с нами общаться никогда больше в истории не будет такого как сказать повышение уровня статуса продавцов чем вот в истории человечества сейчас и цифра которая сейчас на слайде это исследование прайс ваттерхаус купера прошлого года он говорит о том что россияне больше чем кто-либо из других из других стран из клиентов других стран видит улучшение собственно потребительского опыта в повышении осведомленности и уровня обслуживания со стороны продавцов а именно продавцы являются самым большим рычагом сейчас для повышения уровня удовлетворенности наших клиентов не цифровые инструменты не выкладка не ваш магазин именно начало плотное начало работы с продавцами и с качеством их обслуживания позволяет вам поднять восприятие вашего магазина на в разы выше чем до этого еще такой важный момент почему я лично считаю что восстановление физических покупок именно в России произойдет достаточно быстро среди по-моему ста или ста пятидесяти стран исследования которые проводила который проводил прайс ватерхаус Купер Россия входит в топ-3 стран в которой люди любят ходить в магазины по любому поводу 40 процентов россиян любят ходить за маленькими покупками в магазин каждый день и это та форма поведения которую вряд ли можно значительно изменить за двухмесячный перерыв мы действительно очень любим физический опыт и еще такой цифра из глобального исследования я единственно не помню источник этой цифры но если нужно я найду его что впервые в истории социальная ответственность бренда в наше время то каким образом сейчас ритейлеры бренды бренды производителей бренды продуктов ведут себя в эти тяжелые времена значит для людей намного больше чем тот факт что вы являетесь лидером если в докризисный период лидерство бренда являлось критерием номер один при выборе покупателей вас то есть люди ходили куда-то потому что они говорили что ну заработок круче всех или например я покупаю этот творожок потому что он самый известный я доверяю больше это редкий шанс в истории когда покупатели пересматривают портфель своего потребления из-за того что мы были ограничены просто географически дистанционно к покупкам мы впервые перестали делать нашу ежедневную корзину на ежедневной обычной основе знаете когда уже покупки происходят бессознательно мы берем один и тот же творожок йогурт масло молоко мы даже не думаем о том почему мы делаем этот выбор впервые в истории ну за очень долгое время скажем так отстающие бренды не лидеры не являющиеся лидерами получили шанс на то чтобы их заметили и включили в свой портфель покупок в частности например потому что бренд очень достойно себя вел или например очень активно общался со своими потребителями в соцсетях этот фактор имеет сейчас огромное значение и так вот наступает период когда нам сказали что мы должны открываться и я сейчас пока попробую показать вам как смена парадигмы мышления поможет вам немножко по-другому идти подойти к своему открытию я сейчас буду приводить вам несколько простых примеров они не имеют какого-то глубокого смысла это просто то что приходило мне в голову если я думаю об открытии магазина вот как о традиционном процессе и я сейчас вам расскажу почему важно чтобы вы поменяли свою парадигму и парадигму своей команды с мы открываемся после кризиса мы открываемся после пандемии и важно сменить вашу парадигму на думать я открываюсь заново я открываюсь как в первый раз и сейчас я вам приведу несколько простых примеров паника это не лучший помощник в любом случае скажем так мы с вами сейчас не имеем роскоши паниковать потому что действительно перед нами стоит огромное количество задач и я сейчас покажу как состояние паники может влиять негативно на ваше принятие решений давайте я вам сейчас покажу на каждом слайде разные аспекты управления розницей в двух аспектах как я сказала в таком паническом мы открываемся после пандемии и если бы вы восприняли открытие вашего магазина впервые и так два угла зрения персонал что в первую очередь приходит в голову когда вы сейчас открываетесь после пандемии в концепции я открываюсь в тяжелое время я открываюсь в пандемии вы начинаете тренировать ваш персонал на продаже вы начин причем это достаточно отчаянные тренинги вы нервничаете вы тренируете ваших людей говорите что если вы не продадите сейчас то мы закроемся у вас скорее всего нет времени заниматься вашей командой потому что вы ищите заемные средства вы разбираетесь со своими банками у вас оверсток на складах неразбериха с поставщиками и скорее всего вам кажется что продавцы сейчас выйдут и как-то сами разберутся они не разберутся потому что все процедуры по которым они действовали до этого они скорее всего уже не актуальны и совершенно не они не актуальны вообще в этот момент им нужны новые чек-листы им нужно элементарно знать чек-лист по уборке ему надо знать нужно ли ему самому за свои средства покупать маски где брать санитайзеры это простые вопросы они может быть не стоят вашего внимания например как собственника но они чрезвычайно важны для людей которые стоят на главной линии фронта ваших продаж кроме того вы должны понимать что персонал в данный момент он либо зол на вас потому что либо вы ему сократили зарплату либо вы его уволили его друга либо у него кто-то заболел либо он просто боится от нехватки информации он просто боится будущего не кажется не кажется так же как ваш потребитель поэтому даже такие простые действия как собрать команду поговорить с ними рассказать что лично вы как бизнесмен как руководитель в данный момент делаете предпринимаете какие действия вы делаете для того чтобы розничные сети или магазин функционировали они снимут некоторую часть тревожности что бы делали вы если бы магазин или бизнес открывался впервые вы набирали бы команду вы искали бы на рынке лучших продавцов лучших сотрудников и сейчас это лучшее время когда это возможно сделать потому что сейчас самое время для рекрутинга на борт команды лучших людей которые готовы с вами сражаться в этой битве скажем так и это время расстаться с теми кто не поддерживает вас потому что зачем быть с теми кто не предан вам на сто процентов вашему бизнесу тем более когда воронках хантинга новых нового персонала увеличилась просто в разы если бы вы открывали новый магазин вы бы проводили с командой очень много времени вы бы их тренировали учили вы создавали бы инструкции вы обучали и когда бы ваш магазин открылся вы стояли бы вместе с вашей командой и ваши улыбки не были бы искусственны вы бы искренне радовались этому факту приветствие на входе магазина приветствие стало важно сейчас в магазине как никогда это самое время избавиться от скриптов которые и так уже раздражали и мешали покупателям на входе но сейчас они просто стали опасны опасно продолжать действовать по скрипту вашему персоналу спрашивать вы ищете что-то конкретное чем могу помочь ходить хвостиком за вашим покупателем это будет вызывать уже теперь не раздражение это уже будет вызывать страх у вашего покупателя как если бы открылся новый магазин и вы бы человечно относились к вашему покупателю вы бы сказали добрый день никаких чем я вам могу помочь а именно доброе утро добрый день добрый вечер мы рады вас видеть если я понадоблюсь просто повернитесь ко мне и я подойду это максимум что сейчас можно себе позволить в таком навязчивом обращении к покупателю на входе общение с покупателями как никогда сейчас стали важны soft skills продавцов и если выбирать между тренингом активных продаж и тренингом умение подстроиться к вашему покупателю то конечно нужно выбирать именно развитие soft skills в первую очередь ваши продавцы должны понимать что поддерживать разговоры на обычном кухонном уровне давайте признаемся любим пожаловаться мы очень 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 продавцов не лгать в ответ на такие вопросы как покупатели как что у вас продажами вы не закрываетесь а у вас кто-то болел коронавирусом а были у вас заболевшие а нужно понимать что эти вопросы все равно будут возникать и вы должны составить и провести ролевую игру на ответов на мягкий увод из негатива в позитив ваши продавцы должны уметь не лгать они должны уметь мягко переводить разговор в более позитивную тему вместо того чтобы говорить да вообще вообще никто не ходит в магазин к нам вообще не знаю что будет а я знаю что вот у меня у знакомого Васи его знакомая заболела тяжело и даже где-то умерла научите их в ответ на эти сложные вопросы отвечать да сейчас все магазины в абсолютно одинаковом положении но у нас отличная команда и мы сделаем так много сейчас для того чтобы вернуться и к обычной жизни и чтобы все наладилось мы сделаем все для этого или например рассказать что а вы знаете я за это время научилась печь хлеб и вообще у меня проснулись кулинарные навыки научить ваших продавцов слегка быть более естественными немножко делиться чем какими-то фактами о себе или например пошутите про то что наконец ваш дедушка научился пользоваться зумом то есть сейчас тональность общения ваших продавцов с вашими испуганными покупателями она наложится на общее восприятие вашего магазина в магазин в котором рассказывали про то как плохо или как тяжело его не купят зачем покупать у бизнеса у которого проблемы ты этим ты не хочешь поддерживать что-то ну как сказать какое-то явление плохое явление происходящее в твоей жизни ты хочешь поддержать радость ты сам хочешь получить радость поэтому если например покупатель пришел первый раз в магазин и ему было приятно общаться с продавцом он просто будет иметь психологические силы вернуться к вам за какой-либо покупкой чтобы доставить себе еще раз это удовольствие общения мерчендайзинг и акции что мы сейчас склонны все делать после открытия после пандемии у нас оверстоки особенно у фэшн и мы будем стараться вывесить в зал набить весь торговый зал оборудование одеждой коллекциями которые все остались мы будем вешать ценники по 70 процентов и представьте ваш привычный магазин ваш любимый магазин который ходил ваш клиент клиентка она заходит и вы просто оглашаете ее объемом скидок и желтых ценников или красных и просто сообщаете о том что вы в панике все плохо и вы вообще уже не магазин а какой-то аутлет который вот-вот должен слиться что бы вы делали если бы открывали новый магазин вы бы в начале магазина выкладывали ну я говорю профессион высокомаржинальный товар вы бы красиво презентовали такую примодненную базу если говорить профессион вы бы высвечивали вечно актуальные товарные категории например такие как джинсы кроссовки и все бы это делали по стопроцентной цене вы же не открываете новый магазин с распродажи новый магазин это когда ты заходишь впереди выставлены лучшие товары по полной цене а сейл уходит в конец зала при этом пожалуйста если ваш бизнес имеет остросезональные товары что-то связанное с 23 февраля 8 марта 9 мая и это очень сильно высвечивается пожалуйста уберите это просто из зала не надо это продавать по 70 процентов уберите это на склад либо продавайте через интернет где эти панические выкладки нераспроданного товара в период пандемии не будут заметны акций по-прежнему должно быть немного вы подсвечиваете акциями именно интересные и очень ограниченное количество промо товаров я когда искала пример фотографии чтобы показать какое-то неправильное поведение с точки зрения оформления акций в зале я набирала например пятерочка магазин пятерочка и удивительным образом я вдруг осознала что пятерочка уже давно прекратила нас память с желтыми ценниками пятерочка это один из сейчас самых положительных примеров в грамотном соотношении товаров по обычной цене и товаров распродажных посмотрите как аккуратно сейчас они проводят точечные акции работа с товаром если сейчас открывая магазин после пандемии вам кажется что все происходит само собой как всегда у вас например по средам отгрузка я не знаю там раз в месяц инвентаризация или что-то такое то если у вас кончились что-то с хлоркой что пользуется особым спросом что-то кончилось но ничего страшного есть другие товары то в настоящее время такие ошибки работы с ассортиментом под сортировкой они не годятся именно для того что если раньше например ошибки в подсортировке нехватки товара на полке или наоборот оверстоки на полке они ничего не сообщали негативного эмоционального вашему покупателю то сейчас вы знаете пустые полки вызывают у покупателей панику поэтому берем меняем фокус и помним мы открываемся заново мы тщательно проверяем доставку полной ассортиментной матрицы в ваш вновь открывающийся магазин вы не доверяете Маше Пете вашей складской логистике или еще кому-то вы несколько раз перепроверяете наполнен ли ваш магазин после открытия тщательно следите за соответствием выкладки планограммы планограмме и после открытия вы смотрите за покупательскими потоками и делаете эксперименты с планировкой зала потому что вы знаете что когда вы впервые открываетесь скорее всего возможно придется что-то переставить в торговом зале это естественно для открытия нового магазина здесь здесь сейчас после открытия ничего не меняется будьте готовы тщательно следить за поведением ваших покупателей смотреть где у вас происходит затор где у вас холодные зоны где у вас горячие зоны и меняться здесь я не упомянула такой важной составляющей как креативность ваших ваших вашего вашей команды дайте им немножко проявить себя сделать обалденные выкладки назначите там каждого продавца ответственным за какой-то отдел внушите им как они сейчас важны я встречала что в качестве антикризисных мер бизнесы например применяли такой подход как они передавали ведение соцсетей кому-то из персонала кто вызывался это делать то есть на самом деле то есть вспомним тот же Леруа Мерлен сегодня вот моя коллега тоже здесь на вебинаре в чем сила Леруа Мерлена публикации с хэштегом Леруа Мерлен разными сотрудниками специальными людьми которые отвечают за построение отношений с покупателями оно достигло такой критической массы что сайт Леруа Мерлен имеет десятки миллионов органического трафика на сайт и не тратит ни копейки на рекламу то есть пришло время очень сильно скажем так задуматься о том какое значение ваша вся команда и компания могут привнести вашу ваш вес в социальных сетях и в интернете Вероприятие для открытия магазина если вы маркетолог директор магазина вы знаете что новый магазин всегда имеет другой комплекс акций чем обычный магазин уже открытый вот что мы склонны сейчас делать открывая магазин мы открываем двери и напряженно очень нервно стоим и ждем чтобы трафик кто-то случайно зашедший в торговый центр случайно зашел почему-то в ваш магазин и скорее всего вы будете расстраиваться потому что конверсия сейчас такой это он называется entry rate коэффициент необходимости он сейчас будет чрезвычайно низким скорее всего потому что люди если пришли может в торговый центр то скорее всего они пришли за товарами целевого спроса возможно что вы бы делали если бы открывали магазин впервые вы оформили витрины вы вы бы помнили о том что вы сейчас не интересны вы новый магазин вы не интересны по умолчанию вашим клиентам и вы приложили бы все усилия в оформлении вашей витрины в качестве привлечения трафика вы бы сделали радостное оформление зала вы бы использовали любые креативные приемы привлечения трафика я знаю даже несмотря на запреты из центрального офиса каждый директор магазина даже больших розничных сетей проявляет удивительную креативность в момент открытия магазина например в новом городе или новом районе так почему бы сейчас же не проявлять ту же самую активность и вы сообщаете о своем открытии во все трубы во всех каналах вы сообщаете знакомым вы сообщаете клиентам вы сообщаете жителям города то есть и я считаю что поведение при открытии нового бизнеса и нового магазина сейчас гораздо более скажем так эффективно вот например музыка в зале я еще раз напоминаю что это не чек-лист какой-то это просто я брала любые аспекты ведения розничного бизнеса сейчас и просто показываю вам как просто смена парадигмы в голове помогает вам по-другому сейчас принимать решения вот возьмем музыку что делает человек открывающийся после пандемии он перестает платить лицензионные взносы за музыкальное оформление потому что сейчас нет денег потому что нет товарооборота он не ожидает какого-то я не знаю там он не видит смысла в том чтобы платить за музыку в пустом зале скажем так что делает человек открывающий новый магазин он подбирает специальным образом подборку музыки с радостным особым звучанием это не просто типичная музыка это особая радостная музыка при этом существуют музыкальные подборки из музыкальных фондов с гораздо скажем так очень я не знаю там по-моему на 70-90% дешевле чем подборки популярных мелодий например риана вам обойдется совсем другие деньги чем подборка из музыкальных стоков но с особым настроением поэтому радость от открытия магазина никто не отменял контроль продаж что делает собственник в период пандемии он требует данные о продажах каждые 40 минут там я не знаю час вы по пять раз в час проверяете что происходит где чеки где продажи вы пишете вашему персоналу персонал в десятый раз отвечает вам что всего один например или два и то есть этот круг панический он как домино то есть и ваш персонал становится все грустнее 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 что вы делаете когда открывается новый магазин скажите вы всегда уверены в выручке первого дня первой недели когда открываете абсолютно новый бизнес нет вы знаете что в разных категориях ритейла есть разный период на освоение захват вот этой территории в некоторых видах категории это неделя например в кофейнях это может быть и месяц месяц владельцы кофеен могут не ждать прямой прибыли пока трафик не встанет регулярно на эту точку поэтому что я могу сказать паника сейчас не лучший помощник потому что на вас смотрят продавцы клиенты и партнеры я сказала что я не буду сейчас вам подробно рассказывать что нужно делать каким способом я скажем сделаю такой обзор основных мер который сейчас мы открывая наши магазины должны предусмотреть здесь у вас на экране сейчас забавный пример плаката новых постматериалов которые сейчас стали появляться в наших магазинах и для того чтобы сделать их менее устрашающими не напоминающими про вирус это вот пример того как креативно и по-человечески можно сообщать вашему клиенту о том что в магазине необходимо соблюдать социальную дистанцию и так приоритеты вашего внимания при открытии магазина условно можно разделить на следующие пересмотреть вашей чар-департамент должен пересмотреть все процедуры по поводу ну не знаю кадровых вопросов возвращения выплат пособий увольнений законности незаконности увольнения вот все вот эти вопросы у вас например может некоторые продавцы просто побоятся например выходить то есть с ними нужно тоже будет как-то проводить вопросы нужно будет узнать а что делать например с теми сотрудниками которые почувствовали у себя симптомы то есть вы должны составить чек-лист куда им обратиться куда сообщить и вообще как себя вести в этот момент или например если в семье произошло например подозрение на зарождение то есть все эти вопросы они связаны именно с человеческим потенциалом с человеческой командой которой вы управляете второй важный момент это подготовка самих помещений к открытию это очистка вентиляции это обработка это подготовка например зоны выдачи например интернет заказов такие вопросы которые связаны с утилитарными вопросами именно настройки вашего помещения на открытие указатели постматериалы ну собственно вы должны понимать что либо у вас должны быть сообщения о том какие расстояния метки на полу вот это все что помогает вашему покупателю помнить о том что например не стоит трогать каждый товар чудесные например аудиосообщения вот в пятерочке услышала которые напоминают что пожалуйста берите руками только те товары которые действительно собираетесь брать цепочка поставок в частности здесь например нужно обсуждать такие вопросы как особые например процедуры при приеме товаров вот такого свойства рабочие часы они почему выделены отдельно такой как ни странно важный вопрос сейчас в период пандемии нужно рассмотреть со скольки до скольки вы открыты для покупателей со скольки до скольки вы открываете особые часы для людей с ослабленным иммунитетом как вашему персоналу настроиться на то что процедуры по уборке теперь они такие большие расширенные и вы тоже должны это учесть либо до открытия вашего магазина либо после закрытия магазина то есть это теперь скажется на всех и даже рабочие часы приема поставок возможно будут пересмотрены потому что процедура несколько меняется вопросы связанные с безопасностью воровством и скорее всего здесь тоже произойдут какие-то изменения бесконтактные формы шоппинга любые которые доступны вашему бизнесу вы должны применять работа с товаром работа с товаром сюда в частности входят обновленные процедуры обмена и возврата и работа с товаром который оставили в примерках то есть здесь скорее всего вы тоже должны будете разработать процедуру того как обрабатывать одежду как ее отвешивать после примерки и не просто молча это делать вы должны во всех соцсетях сообщить о том как продуманно и безопасно вы подошли к этому вопросу вопросы охраны здоровья как я сказала чек-лист по самооценке здоровья например вашими вашими продавцами вопросы социального дистанцирования разметки вот это все средства индивидуальной защиты ваши продавцы должны знать где они берут средства защиты и собственно и до того куда они их выкидывают после использования уборка и санобработка чек-листы процедуры и тренинги персонала я не буду сейчас останавливаться на этих скучных но чрезвычайно важных вопросах я предлагаю скачать подробный чек-лист я он примерно я не знаю на 10 страницах я опубликовала его у себя в виде поста в фейсбуке вы можете когда получите эту презентацию либо по qr-коду пройти на него либо просто ткнуть вот по синенькому слову ссылка и там будет огромный огромный подробный чек-лист что где как нужно протирать как часто и так далее итак переходим переходим собственно к инструменту который я использую в своей работе который сейчас очень популярный я хотела бы если вы не сталкивали своей работе с анализом покупательского поведения то я хотят я была бы рада скажем так дать вам основы сейчас самоанализа покупательского поведения но не просто так почему я сейчас об этом буду говорить за свою работу я поняла одну важную проблему я маркетолог с 20-летним стажем и знаю что самая большая проблема в проведении исследований это то что исследования очень часто делаются ради исследований скажем так процедуры компетенции переноса результатов исследований в лист конкретных задач это чрезвычайно редко встречается на рынке поэтому очень важно чтобы сам ритейлер взращивал у себя компетенции по выработке решений например после изучения покупательского поведения и мы сейчас кратко пройдемся по процедуре которую я разрабатывала совместно с agile коучем нужно сказать что инструмент cgm он пришел к нам из мира скажем из цифрового мира он возник именно в е-коммерсе но последние вот последние пару лет я очень счастливо применяю его при анализе физических магазинов и этот подход здесь тоже работает итак путь клиента по сути путь клиента представляет из себя типичную покупательскую воронку когда человек идет например по вашему магазину и он переходит из одного состояния в другое например и каждый раз вот при переходе от одного этапа на другой вы теряете сколько-то людей вот например я чуть дальше покажу пример воронки customer journey map это в первую очередь инструмент это не решение это инструмент который позволяет вам принимать решения customer journey map это структурированная визуализированная карта опыта клиента почему все используют этот метод почему он популярен это очень структурированное изложение обратной связи от ваших клиентов это очень хорошо видно изложенный видим визуально изложенный путь вашего клиента в рамках одного проекта этот инструмент позволяет определить приоритеты для вашего клиента и этот инструмент позволяет определить приоритеты ваших задач внутри вашей компании собственно как строится cgm вы можете в варианте 1 собраться все вместе внутри компании и экспертно на основании вашей экспертизы построить все этапы ваших потенциальных клиентов и используйте данные рынка доступные данные из рынка аналитики и собственные знания о клиентах вариант 2 вы пытаетесь решить задачи клиентов с помощью услуг продуктов вашей компании вашего магазина и отражаете это на карте вариант 3 вы решаете задачи клиентов с помощью услуг ваших конкурентов и также отражаете на карте вариант 4 вы с пользователями вместе проходите весь путь решения их задач или например это например метод сопровождения покупки или проводите глубинные интервью вокруг ваших каких-то сформулированных гипотез и правильный вариант это комбинировать все виды построения cgm и делать это регулярно с точки зрения специалистов по cgm cgm протухает каждые 6 месяцев потому что ваш покупатель меняется скорее всего cgm и которые были построены до середины марта этого года скорее всего они уже все будут неактуальны и так вот на вашем экране сейчас вы видите такую некоторую умозрительную воронку путь покупателя в физическом магазине условном фэшн магазине который состоит из узнавания о магазине дело в том что ваш клиент начинает путь к вашему магазину на своем диване дома когда он например у него возникает только потребность он начинает искать какие-то моменты например он решил что ему нужен новый пиджак он начинает искать магазины мужских костюмов но делает он это в интернете вы должны понимать что воронка вашего физического магазина начинается в интернете потом он начинает вот например вам удалось попасть в поле его зрения и он начинает искать информацию о том как приехать в ваших магазин и вы не поверите не все компании не все бизнесы озабоченные элементарно разместить информацию о вашем магазине в яндекс справочнике или в два гис системах которые просто позволяют ему элементарно найти ваш адрес да что уж там на собственных сайтах ритейлеров компании умудряются размещать либо не человекочитаемые адреса например договоров аренды которые на самом деле не совпадают с физическими адресами или просто например указывают неправильные часы работы то есть здесь на каком-то этапе тоже отваливается какая-то часть ваших клиентов и вот наконец ваш клиент едет потом он заходит в магазин совершает покупки примеряет если это фэшн магазин потом он проходит стадию оплата покупок и выход из магазина и соответственно взаимодействие его продолжается после посещения магазина это любые процедуры возврата рекламации ну собственно может быть вообще просто каких-то вопросов технического свойства для сложных технических товаров это тоже часть воронки вашего покупателя я сейчас не буду рассказывать о методах сбора что здесь важно между каждым этим этапом есть своя конверсия то есть в принципе мы все меряем вот традиционно в ритейле например конверсии считается сколько людей зашло и сколько получило покупок в е-коммерсии conversion rate называется несколько иное явление в е-коммерсии conversion rate называется от входа входа в сайт до соответственно тоже выхода с покупкой вот через все этапы вот контактов на сайте ну хотя в принципе может несколько раз похоже но дело в том что на cgm существуют другие еще многочисленные другие конверсии внутри всего этапа это когда на каждом из этапов вы можете терять какое-то количество людей почему важно знать эти промежуточные конверсии именно они именно знание того где вы теряете наибольшее количество клиентов и помогает вам в дальнейшем принимать решение на чем вы сфокусируетесь на чем вы будет на что вы будете тратить ваше время деньги и работу персонала для того чтобы улучшить в конце концов вот вот самый главный вот этот conversion rate вы прогностически просчитаете если вы например начнете что-то улучшать в зале или в примерке посмотрите улучшение какое из промежуточных конверсий наиболее критическим образом сторону улучшения скажется вот на вот этом финальном conversion rate и бейте в ту точку нельзя поверьте нельзя улучшить все что вы выявите в рамках изучения cgm последний cgm большой такой омниканальный который отдел для азбуки вкуса в результате исследования было выявлено 1700 багов или или скажем так проблем клиентов которые клиенты испытывают на всем этапе общения с брендом азбука вкуса 1700 поверьте мне в тех задачах которые ваши сотрудники могут у них и так есть огромное количество задач и если в этот момент вы приходите к вашему сотруднику и сообщаете что у него есть еще 300 задач то это абсолютная демотивация и вы хотели как лучше а получится как всегда поэтому чрезвычайно важно понимать какая из конверсий для вас критическая например если если к вам например у вас например почти нету возвратов клиентов то есть люди совершают например первую покупку я сейчас говорю про какой-то ну просто умозрительный сайт если люди к вам приходят за первой покупкой и потом 80 процентов не возвращаются поверьте мне это не время например заниматься какими-то например акциями по например не знаю возврату покупателей в их корзину или вот такого рода свойства когда просто покупатель ну почему-то не завершил покупку не время заниматься ретеншином если почему-то 80 процентов покупателей не вернулись к вам за повторной покупкой это означает что в их процессе покупки и скорее всего в доставке было такое количество неудобства неприятностей что они просто поэтому сфокусируйтесь например на сайте в такой момент а сфокутируйтесь на улучшение именно опыта доставки или например на улучшение автоматизации процессов доставки я вот говорю ну не какие-то конкретные вещи мне сейчас сложно говорить без примера но вы меня поняли что зачем например я не знаю в вашем магазине делать красивые занавески во время примерки если просто до вашей примерки покупатели не дошли то есть не тратьте ваше время и деньги на то что не улучшит значительно ваши показатели итак вот мы прошли с клиентом все этапы пути вашего клиента с вашим магазином мы выявили некоторое количество багов на каждом пути что такое баг это понятие пришло также к нам из е-коммерса это некоторая проблема вашего клиента которая просто где-то что-то сломалось то есть чтобы исправить баг не нужно решение генерального директора о том чтобы его исправлять например ну условно простите у вас например не открыл чтобы открыть вашу дверь в магазин требуется невероятно большое усилие потому что что-то там случилось с дверным механизмом и это баг баги устраняются в первую очередь они не осмысляются не нужно проводить совещаний баги должны которые просто критическим образом влияют на вашу воронку должны устраняться в первую очередь потом вы выявляете некоторые проблемы или так называемые зоны развития ну например вы обнаруживаете что у вашего входа в магазин например вы магазин детских товаров а у вас например нету заезда с колясками то есть то есть скорее всего женщины как-то к вам заходят нету то есть ваш магазин работает нет никаких проблем но скорее всего им наверное делать это затруднительно и вы можете наблюдая просто за вашим потоком посмотреть сколько женщин мучаются со своей коляской входя в ваш магазин и процент этих женщин он в принципе и даст вам тот показатель промежуточной конверсии который вы можете посчитать о том как она скажется на вашу на ваши прибыли и собственно вот этот перечень багов и проблем или потенциала для улучшений наступает следующий этап вы с вашими менеджерами с вашей командой переводите эти проблемы в задачи то есть например задача звучит как мамочкам трудно зайти с коляской или например мамочкам трудно ходить у нас между стеллажей они друг от друга стукаются и вы переводите это в задачу сделать пандус для колясок я не знаю там менее например менее острый или я забыла слово или например вы расширяете расширить проходы в магазине например ну условно то есть вы переводите язык проблем в язык задач и поверьте моему опыту за вас это не сделает никто и ни одно агентство ни один консультант за вас не переведет выявленные проблемы в задачи затем после того как вы собрали задачи я сразу предупреждаю не нужно пугаться их может быть сотни их могут их могут быть тысячи как я уже сказала в примере с азбукой просто составляете список и переходите к такому этапу как приоритизация приоритизация задачи может делаться разным способом единственным способом которым я не советую делать приоритизацию это жесткий приказ то есть скажем так приказ пойти и сделать все не работает более того нужно прекрасно понимать что скажем так наваливание задач своего своих сотрудников вовсе не является проявлением я не знаю высоких навыков высоких высокого уровня управленческих навыков потому что если вы смогли нарезать вашему сотруднику 500 задач это всего лишь означает что вы совсем забыли о том что управляете человеком а не роботом я не буду скрывать что сейчас я немножко вас вас пропитываю идеями agile подхода как бы как бы не принимались идеи пока к сожалению agile российским сообществом я вот пытаюсь просто до вас донести насколько важный важен человеческий фактор в agile подходе в agile подходе считается что прекрасный самый лучший план созданный каким-то одним начальником который позволит на 97 процентов достигнуть вашей задачи совершенным образом считается что он считается что он менее важен и меньше даст вашему бизнесу чем тот подход или тот план то видение которое создали сами ваши сотрудники он позволяет добиться всего лишь 85 процентов ваших задач но во втором случае достижение ваших задач стремится к ста процентам вы сможете выполнить этот план потому что его а сделали сами сотрудники и б они готовы за него впрягаться совершенный 97 или стопроцентный план который предлагает сам один руководитель самолично скажем так вероятность его выполнения очень сильно начинает стремиться к нулю несмотря на все совершенство подхода экспертизы например этого руководителя ну возвращаясь к приоритизации задач и так вот у нас есть задачи мы выписали их список и расставляем их по шкале по двум таким шкалам приоритизации это дорого дешево просто и сложно этот подход не буду скрывать вот он пришел из продуктового подхода и таким образом люди которые занимаются разработкой программных продуктов цифровых таким образом они распределяют свои задачи на так называемые спринты например на неделю на две таким образом они не распределяют задачи и так вы распределили задачи по двум этим шкалам у вас получилось четыре квадрата в которые вы поместили ваши задачи у вас получился квадрат дорого сложно дешево сложно просто дешево и просто дорого и так что что мы делаем во первых помните я говорила про баги их не приоритизируют баги просто берут в исполнение и устраняют потому что они являются значительным препятствием для вашего клиента но что мы делаем с задачами которые попали в это поле приоритизации и так квадрат дорого сложно просто забываем и выкидываем как эти задачи какими бы привлекательными они не казались и просто забываем и не не мучаемся если сюда попали задачи стратегического уровня то скорее всего вы будете решать их немножко на другом уровне другими методами другими способами квадрат просто дешево их выполняем сразу после багов то есть если существуют задачи которые устраняются за я не знаю очень быстро и ваша команда видит что это очень просто и быстро то если такими методами легко улучшить опыт вашего клиента то делайте это сразу же не откладывайте в долгий ящик итак у вас осталось два квадрата просто дорого сложный дешево и собственно здесь все очень просто мы рассортировываем задачи попавшие в два эти квадрата во первых по перечню значимости ну например какую-то задачу вы как эксперты вашей компании оценили как наиболее влияющую на например на ваш товарооборот потенциальный то это вот первые задачи и по убыванию например по влиянию на товарооборот если товарооборот является важнейшим китаем вашей компании ну это не везде так я должна еще сказать о том что cgm он на самом деле это такой не застывший инструмент вы можете делать cgm для разных абсолютно важных групп вашей компании это может быть клиентский cgm это может быть cgm сотрудника это может быть cgm поставщика если у вас например вы чувствуете что есть какие-то затруднения например в отношениях поставщиков они отваливаются или у вас очень много рекламации в отношениях или ну что-то не ладно то вполне вот это самое например это то есть самое нужное применение cgm инструмента cgm вот в такой период уровень сотрудника в стратегиях крупнейших компаний мира России я все чаще встречаюсь тем что в настоящее время улучшение улучшение клиентского опыта даже не рассматривается отдельным проектом без улучшения опыта сотрудника нельзя улучшить опыт клиента если под улучшение какой-то конверсии покупательской воронки ваш сотрудник получил 500 процедур это так не работает легко и удобно это должно быть и клиенту и сотрудник должен этот легкий опыт для клиента иметь возможность легко осуществить поэтому если вы улучшаете воронку клиентскую всегда думайте какие изменения в работе стоят за сотрудником кстати вы знаете вот расскажу пример часто его очень рассказываю в Леруа Мерлен проекта Леруа Мерлен Зил фиджитовый магазин который мы делали в Леруа Мерлен мы одновременно рассматривали все уровни взаимодействия этого магазина с разными группами клиентов сотрудников причем не просто сотрудников мы исследовали продавцов менеджеров отделов руководителей отделов директоров магазинов HR магазинов HR региональных региональных директоров и потом мы соответственно общались с высшими топ менеджерами Леруа Мерлен для того чтобы создавать вот этот проектную карту этого магазина и в частности например потом покажу на цифровом уровне создания фиджитального магазина магазина будущего первоначальном скупе проекта значились планшеты ну знаете такие планшеты вот там Nvidia пытается внедрять планшеты с продавцами и поначалу мы думали что раздадим планшеты всем продавцам и они радостно и удобно будут продавать товары своим радостным покупателям очень многие топ-менеджеры компании говорили мне именно о таком видении IT архитектуры проекта мы стали тестировать мы привезли в магазин в реальный магазин разные экраны они были очень большие по меньшим привезли планшеты и во все это загрузили каталог товаров и просто дали продавцам во все это тыкать результатом этого UX теста стал тот факт что продавцы как один сказали что не будут пользоваться планшетами это абсолютно неудобно потому что в течение дня они вынуждены заниматься разными задачами и они планшет все время будут терять забывать на столе это ужасно неудобно то есть несмотря на всю привлекательность идеи и ожидания топ-менеджеров от планшетов оказалось что планшет совсем не вписывается в CGM сотрудника несмотря на ну как бы казалось бы первую такую экспертную оценку привлекательности этого инструмента ну собственно вот такой маленький пример почему важно улучшать путь клиента одновременно с улучшением пути сотрудника кроме того CGM делается для разных сегментов выбранной группы например покупатели в зависимости от вашего бизнеса покупатели у вас могут быть абсолютно разные вот например у Leroy Merlin это однозначно как минимум есть 16 разных групп клиентов потому что в магазине 16 разных отделов и компания Leroy Merlin она очень сильно погружена в тему изучения клиентского опыта и каждый сотрудник Leroy Merlin вам точно скажет что даже один и тот же человек который например в один период своей жизни делал черновой ремонт и ходил в отдел строительных материалов он проходит путь общения с Leroy Merlin совсем по-другому если этот же человек начинает себе покупать кухню он испытывает совершенно другой опыт он проходит совершенно другой путь у него совершенно другие этапы совершения покупки а вот Leroy Merlin как огромный гипермаркет вам точно подтвердит что даже одни и те же люди находящиеся скажем так на разном этапе своих покупок это просто абсолютно разные люди с точки зрения поведения поэтому вы смотрите какие у вас разные сегменты и делайте тоже на них разные исследования потому что ваши оптовые клиенты ваши конечные клиенты имеют абсолютно разные опыты отношения с вами кроме того CGM строится на разных скажем так уровнях взаимодействия с вашим брендом с вашим магазином в данный момент вот самой привлекательной для меня теорией является наличие трех уровней контакта с розничным брендом это вашего клиента клиент в розничном магазине контактирует на трех уровнях он контактирует с вашим брендом физически он так контактирует с вашим брендом ну он имеет цифровой опыт контактов с вашим брендом это соцсети сайты мобильные приложения даже например написание в чат-боту это тоже цифровой цифровая точка контакта хотя сейчас поясню и соответственно человеческие точки контакта это то каким образом обращаясь к кому-то ваш покупатель в ответ получает тоже какой-то ответ и вот с точки зрения чат-ботов или например голосовой коммерции ну каких-то приемов голосовой коммерции или например я даже не знаю звонок в колл-центр я называю человеческими точками контактов потому что даже разговор даже разговор с Алисой на самом деле человеком воспринимается очень личный разговор разговор с цифровыми с голосовыми помощниками по исследованиям люди воспринимают как разговор с членом семьи Алиса я не помню как ой Алиса вот вылезла потому что я ее позвала это очень мило так Алиса спрячься так как мне ее убрать боже она не хочет убираться представляете боже так так окей так боже как мне убрать Алису а все поэтому голосовая коммерция в будущем она станет очень-очень сильно важной вот как я уже сказала на уровне отношений в семье таким образом вот вы подходите к завершению анализа вашего CGM на разных уровнях вот здесь и переходите к приоритизации и расстановке задач по вашему календарному плану как правило задачи распределяются по кварталам задачи которые не могут быть выполнены по какой-либо причине в текущем году переносятся на следующие вот примерно так выглядит план задач после всех процедур которые я описала до этого и соответственно разделение задач которые вы скажем которые вы спрогнозировали которые вы сгенерировали после анализа проблем ваших клиентов на трех уровнях физическом цифровом и человеческом вы раздаете в соответствующие подразделения которые отвечают за эти задачи ну еще раз я вновь и вновь буду говорить о том что в наше время несколько изменилось принятие решения несколько изменился в принципе подход к реализации проектов сейчас достаточно рискованно я бы сказала опасно переходить от экспертной например гипотезы об улучшении чего-то вашим магазинам вот скажем так вот я не знаю например выработка идей вот этот этап переходить сразу к масштабированию это достаточно рискованно потому что если что я и поняла слушая экспертов со всего мира читая огромное количество аналитической информации в мире не существует сейчас ответа на то что произойдет даже в следующем месяце я последние месяцы провела наверное 20 интервью с ритейлерами с экспертами из и коммерса разного уровня с экспертами например по анализу покупательского поведения все говорят одно и то же никто не знает что произойдет после открытия магазинов на этом свете нет ни одного супер супер опытного консультанта или эксперта который вам скажет если вы сделаете а произойдет б единственное что вы сейчас сможете это делать такие процедуры действия внедрять такие проекты или изменения вашей компании в вашем магазине на например одном магазине или экспериментальной группе магазинов или например в одном отделе например ну я условно например поменять например там не знаю ценники или наконец сделать ваш магазин навигацию в вашем магазине хорошей заметной со входом магазина вы знаете что сейчас запутанность зонирования магазинов уже ушла канула в лету и в данный момент покупатели жаждут простой очень понятной навигации зонирования ну это вот просто как пример но в данный момент низкорискованным способом поведения ритейлера является именно экспериментирование пилотирование с любыми идеями и проектами которые пришли в вашу голову прежде чем переходить к масштабированию к масштабированию вы можете перейти только в результате реально подтвержденных результатов которые выдали ваши экспериментальные магазины то есть когда вы поставили себе KPI нет вы придумали гипотезу поставили KPI которую хотите достичь в результате внедрения протестировали поняли что все работает или работает лучше чем вы ожидали и после этого готовитесь уже к рулауту к масштабированию вашей идеи во всю сеть и так хочу сказать еще раз основную мысль своего вебинара пожалуйста фокусируйтесь не на том что вы открываетесь после пандемии не фокусируйте на этом ваших продавцов ведите себя так как будто бы вы заново открывали свой бизнес заново впервые открывали свой магазин и помогите своему сознанию вашей команды управляющей командой мыслить именно в такой парадигме и предложения от них поступят совсем другого рода и свойства чем если бы вы сказали срочно придумываем спасательный антикризисный план собственно небольшой небольшая минутка рекламы я работаю сейчас на собственное агентство Лебедева консалтинг мы занимаемся тем что создаем форматы разрабатываем и трансформируем розничные форматы и розничные концепции магазинов основываясь не на собственной исключительно например экспертизе вкусах или трендах дизайне мы искренне верим в то что клиенты и потребительские тренды они первичные то есть сначала нужно знать куда рисовать и только после того как мы понимаем чего хотят ваши клиенты и что именно приведет их к повышению ваших каких-то показателей которые вы ожидаете от магазина вы что-то например хотите изменить после этого мы приступаем непосредственно уже к разработке дизайна дизайн проекта и концепта ура я уложилась это редкий случай когда я уложилась в отведенное мне время и мы идем к вашим вопросам так сначала я вижу вопрос Ирины Кондратьевой окей добрый день хочу уточнить про снижение дохода покупателя а как же быть с трендом по экономии покупателя раньше предыдущий кризис в этот момент решался углубленным промо таким образом повышали трафик продуктовые сети абсолютно согласна здесь ничего не изменилось проблема в том что когда промо становится слишком много в этом начинают путаться не только ваши покупатели но и ваши продавцы я недавно общалась со своей бывшей коллегой из огромной сети не буду называть какой с которой которая мне рассказала о том что они произвели замеры они произвели эксперименты они провели пилотирование когда они проводили например очень много акций или например они и высвечивали их например на полках и например они проводили те же акции и не высвечивали их на полках но например инструктировали продавцов каким-то особым образом то есть там была механика пилота разная какой был результат эксперимента на 80 процентов успех промо в магазине зависел от того насколько продавцы были вовлечены в это промо если продавцы уже путались терялись и вообще не помнили о том что происходит акция даже будучи оформленная по всем правилам промо трейд маркетинга мерчендайзинга она была вся желтая увешанная шофтокерами или там особыми флажками со словами sale продаж по такой промо акции без участия продавца просто не происходило вот в 80 процентах случаев поэтому а кстати я по моему позавчера еще говорила с директором по маркетингу еще одной например бьюти на этот раз сети который говорил абсолютно то же самое эта сеть была известна своими бесконечными скидками бесконечными акциями где тысячи акций встречали вас в магазине и они в какой-то момент заметили что эффективность промо упала потому что потребитель просто перестал реагировать на этот триггер и они делали целый реконцепт собственной сети оформления торгового зала где одной из важнейших частей было снижение визуального шума акций в их торговой точке и им это помогло поверьте я привожу вам пример с компанией у которых тысячи магазинов управления так я смотрю в чате у нас есть вопросик Валерия Каноненко спрашивает у вас есть понимание как можно вернуть трафик в магазины товаров длительного пользования Валерия я не знаю о какой товарной категории вы говорите но дело в том что скажем так этот ответ очень сильно зависит от вашей категории я это интернешнл фейер исследование то насколько в каждой категории товаров покупатели склонны выбирать ответ покупаю только онлайн покупаю только оффлайн или покупаю в обоих каналах сейчас это скорее всего как сказать подход именно вот частный в каждой товарной категории будет абсолютно разным например это исследование показывает что в электронике и в смартфонах огромная огромная доля по моему 40 процентов если я не ошибаюсь покупатели отвечают что покупают предпочитают покупать этот товар онлайн и нужно понимать что стратегия таких магазинов стиральных машинок телевизоров это товары длительного спроса но нужно понимать что стратегия именно развития этих магазинов она очень сильно будет зависеть от развития e-commerce в этих компаниях что касается мебели и товаров для дома я не очень помню цифры по мебели и товаров для дома но я думаю я не ошиблюсь если а а я помню товары для дома находятся на втором месте непопулярности онлайн покупок для такой категории товаров хаус-холд и товары для дома по моему первые или вторые в этом рейтинге как товары покупаемые только в оффлайне там доля покупателей которые хотят покупать товары более того хаус-холд например считается самой неомниканальной категорией а Леруа Мерлен делал исследование тоже омниканального поведения своих покупателей выяснилось что товары для дома это то есть покупатели товаров для дома это те покупатели которые меньше всего ходят в интернет перед покупкой то есть за товарами для дома люди почему-то не идут вообще в интернет как бы мы это не хотели они сразу чешут магазин то есть это вот такая как сказать минутка надежды для вот вашего бизнеса поэтому мебель и товары для дома останутся одной из самых физически желаемых категорий покупателей другое дело что мебель как высокогабаритная покупка требует огромного количества квадратных метров и здесь скорее всего вы перенесете большую часть вашего ассортимента в онлайн именно не потому что их там может быть ищут а именно потому что скорее всего вы захотите снижать ваши ставки по аренде и вам придется найти способ каким образом давать вашему покупателю пришедшему в магазин понимание вашего более широкого ассортимента чем вы представили на площадке то есть здесь вот скажем так точно стратегия мебельных магазинов она больше связана даже не сколько с е-коммерсом сколько она больше связана в том насколько вы на маленькой площади сможете представить ваш огромный габаритный товар и весь ваш ассортимент я сейчас не хочу совершенно рекламировать маркетплейсы то есть как сказать как говорит мой любимый директор по маркетплейсам Андрей Чечен если пандемия что и показала что тот факт что все ушли в маркетплейсы это не выход но в частности например попробовать новый маркетплейс например Хоффа тоже например вот есть одна из возможных например стратегий таких магазинов Сергей Галян насколько ожидания клиентов от ТМ может не знаю с ТМ может вы иметь ввиду и брендов РФС соответствуют ситуации в Украине Сергей я не буду скрывать я не изучаю украинский рынок к сожалению у меня нет данных по украинскому рынку мне кажется мне кажется мне кажется поведение покупателей в Украине скорее всего ближе наверное может быть к поведению покупателей в Восточной Европе и вот данные наверное оттуда скорее всего более применимы например к украинскому рынку я не могу сказать об особенности поведения в Украине коллеги три минуты последний вопрос я хотела бы уточнить у нас присутствует в чате администратор этого вебинара я надеюсь что каждому из вас доставят соответственно эту презентацию вы ее получите кроме того вы всегда знаете что я ну не 24 часа но достаточно очень плотно общаюсь в WhatsApp так что ожидается с магазинами одежды не хочется повторять банальности фэшн фэшн категория причем именно почему-то одежда то есть например если сейчас после открытия рынков заметно что покупатели почему-то начали покупать обувь как ни странно я смотрю существуют такие дашборды которые на ежедневной основе показывают изменения продаж по разным товарным категориям фэшн Ирина если хотите напишите мне в WhatsApp я вам скину дашборды о том как ведет себя фэшн рынок нужно понимать что магазины одежды скорее всего как и в 14 году возможно пострадают больше всего и как я уже сказала что здесь скорее всего будет играть большое значение насколько вы на время пандемии не теряли связи с вашими клиентами насколько вы писали часто им полезные мейл рассылки как вы общались с ними в соцсетях как вы регулярно поддерживаете с ними общение в чатах и насколько ну насколько вы вообще проявляли активность не потерять контакта с ними я думаю что произойдет наверное падение в настоящий момент процентов на 40-60 после открытия в трафике но есть не знаю ну это плюс или не минус ваши продавцы наконец смогут бороться за каждого посетителя наконец ваш покупатель каждый покупатель который войдет в ваш магазин станет для них дороже чем тряпка и протирание полок чем обычно продавцы во всех магазинах и занимались умение наладить персональный контакт с каждым вошедшим в магазин искренне должно стать вот важнейшей задачей вашего персонала а не выполнение 1500 процедур которыми они обычно занимались только борьба за каждого покупателя это единственный выход для магазинов одежды ваша конверсия если вы раньше считали что конверсия 15 процентов это хорошо я вас удивлю в фэшн магазинах бывают конверсии 50 процентов просто посмотрите что мешало вам получить такую конверсию именно в вашем конкретном магазине что мешало вам иметь именно такой конверсион спасибо огромное на самом деле дайте я посмотрю на всех вас зайду в раздел участники спасибо большое что были со мной это время что уделили время этому вебинару еще раз администратор пишет что запись будет доступна на 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 сайте ритейлру через неделю Вот, еще раз спасибо большое, давайте я еще раз пошлю вам лайк, поцелуйчик и обнимашку вот такими своими новыми омниканальными штучками, всех люблю, все будет хорошо. Поверьте, покупатели имеют такие глубокие паттерны шоппинга в России, которые заменяют нам и радость, и проведение отдыха, заменяет нам и просто времяпрепровождение в магазинах, что поэтому я глубоко верю в то, что это сыграет нам всем на руку. Но, да, придется уже не почивать на лаврах наших успехов, да, придется снова работать, как раньше, быть креативными и, соответственно, искать потенциал в каждом сотруднике вашей команды. Поверьте мне, они вам сильно помогут, если вы попросите. Спасибо, рада была всех видеть и слышать, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok